Еще несколько уверенных движений и чей-то гараж покидает свое привычное место обитания. Судьбу металлического бокса, который спасал автовладельца от жизненных проблем и семейных неурядиц, точно знают судебные приставы. Железного собрата распилят и пустят на металлолом в счет погашения долга. Должниками длительное время данные решения суда не исполнялись, в связи с чем к ним применялись меры административного воздействия. До настоящего времени решения суда не отменены, в связи с чем судебными приставами и исполнителями применяются все меры, предусмотренные федеральным законом о исполнительном производстве. Вместо привычного пейзажа и местных инсталляций о признании в любви очередного Саши к Маше настоящий полигон. Гаражный кооператив разменял второй десяток, при этом договор аренды не продлил. Чтобы не платить штрафы, а это почти 2500 рублей в день, многие собственноручно занялись демонтажом. Курить за гаражами местным пацанам теперь не придется. 96 боксов снесут по решению суда. На этом месте поставят детский сад, где будут рассказывать о вреде курения. Для мам из ближайших домов снос двойная радость. И мужья чаще будут дома, и дети, как они надеются, пойдут в новый садик. Во всем есть свои плюсы, свои минусы, но в том, что детский сад должен быть здесь, это, конечно, нас гораздо радует больше, чем кооператив гаражей. Потому что детям ходить некуда в садик, абсолютно. Гораздо важнее иметь детский сад. Будем надеяться, что в скором будущем он здесь построится. Не дожидаясь приставов, Александр Драник сам разрушил свое детище. За нажитое боролся как мог. Ну вещи у меня, хорошо, что есть дети, в которых мы вкладываем. Часть вещей они забрали, вот приедут колеса поменяю, резину на, заберут к себе домой резину. Потому что фактически некуда класть. Мы живем в эти двушки-трешки, они очень маленькие. И вынести даже смену резины невозможно. Остальное мы пораздали друг другу, здесь приходили люди разные. Теперь уже бывшие кооперативщики в будущий детский сад занимать не собираются. Им нужны гарантии, что на этом месте не вырастет магазин или новомодный салон. Мы обязательство свое сказали, что выполним. Дали письмо по обязательству о том, что если фактически здесь будет строить детский садик, мы уберем в течение недели, 10 дней. Не как суд дает, 15 дней. А в течение 10 дней, ну 15, мы уберем самостоятельно это все. Но нам подтверждение не дали. Соседям по гаражам остается ждать решения арбитражного суда и официального ответа о том, что же здесь будет на самом деле. Подготовка проектно-спектной документации будущего детского сада затянется как минимум на год. Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко. Главное. Новости.